Продолжаем с вами чтение книги митрополита Вениамина Фещенкова на рубеже двух эпох. Ну, если уж не часто была радость, то глубоко в народной душе чувство мира. Да, мирный был наш народ, об этом уж я говорил прежде. Здесь вспоминаю, как относился он к такому страшному явлению, как смерть. Один священник, отец Дмитрий Б., уговаривает умирающего своего прихожанина не бояться смерти, а тот ему говорит, да, я, батюшка, и не боюсь. Ее, слава Богу, и умер. Старушка идет со мной в Твери из храма. Сколько тебе лет-то? Душь 74. Вот все прошу, Богу смерти да не дает. А что я тебе скажу? Видел я сон. И начинается длинный спокойный рассказ о сне, и смерть забыта. Недаром в своей исповеди Лев Толстой сказал, Насколько спокойно смерть среди нас, дворян, является редким исключением, настолько, наоборот, она в народе бывает обычным явлением. Это верно. Всю жизнь простых людей была подготовленной к мирному концу. Жили незаметно и терпеливо, и мораль тихо. По временам веселились, в общем, не печалились, о смерти не делились. Ее ждали, не думали о ней. Все и всегда. И вся жизнь, в сущности, была путем к этому неизбежному концу. Отсюда объясняется и общий нравственный уклад всей жизни. Одна писательница выразилась, что вся прежняя Русь была, в сущности, сплошным монастырем, только в миру, с семьей. Тут много правды. Например, посты соблюдали строго. Жизнь была, в общем, маленькая, простите, молельная, в грехах каялись, послушание и крепостное, а потом и на воле несли. Трудились до пота, жили бедно, терпели лишения, не роптали, смирялись. Разве это не скид? А какая иногда поразительная чуткость проявляется у них и доселе. Расскажу виденный факт. В 1914 году объявили мобилизацию армии на войну с немцами. Послушно потянулись бородачи, оставляя семьи. И конец, известно какой, ждёт. И у меня брат умер в японскую войну, оставив жену и дочь, но он всё же плакал. Мы тоже. И вот вижу сцену на Кирсановской станции. Ставит блондин против моего вагона. Я ехал в Крым, спиной ко мне. Рядом лицом к поезду жена. Оба молчат. А что в сердце у каждого можно понять? Второй звонок, нужно расставаться. Он обнимает её, но целует слегка и коротко стыдно людей. И уходит в вагон. А она, бедная, больше не имеет сил сдержаться. Хочет разрыдаться, но точно неловко перед людьми. И вижу, как она отворачивается лицом от нас. И от плача вздрагивает её плечи. Третий звонок. Она быстро смахивает концом платка бежавшие слёзы. Оборачивается к вагону мужа, чтобы взглянуть, наверное, в последний раз. Поезд медленно отходит. А я думаю, Господи, Господи, и кто научил этих необразованных людей такого внутреннего благородства? Я теперь часто удивляюсь им. Говорят, говорят, а потом слышу, извините. Жду. А этот мужик скажет что-нибудь невинно. Например, извините, я выпивший был тогда. Или он кто-нибудь нехорошо выразился. Извините меня. И тому подобное. Эта тема о мужицком благородстве ещё не вскрыта у нас. Но в литературе разбросаны уже тысячи примеров выражений, слов и действий. Вспомните хотя бы один тип расслабленной женщины в рассказе Тургенева «Живые мощи». Или работников в рассказе Толстого хозяин и работник. Везде, везде. И думаю, воспитывала его вера, совесть, семья. Да, великое утешение получили люди от церкви. Даже и самое здание храма веселило их. Жили в маленьких избушках, а церковь красивая. Там и служба в золотых ризах. И пений певчих, и иконы, и свечи, и пахучий ладан, и звон колоколов. Церковь встречает младенца, венчает его молодого, отпевает состарившегося. Везде с ним и в радости, и в горе. Еще вспоминаю один приезд архиерея. Как ждали. Какое торжество. С ним духовенство, чудесный хор певчих, точно райское видение. Но это было очень редко. Теперь нужно бы сказать о духовенстве. На моей памяти мы не можем хвалиться чем-либо особым. Служили, так можно сказать. Бывали, правда, поразительные примеры святых людей. Почти в каждой губернии были свои маленькие, кронштадтские. Отец Василий Светлов в Тамбовской губернии, отец Николай Пензенский, отец Константин в Сверополе и так далее. Но большей частью мы становились требоисполнителями, а не горящими светильниками. Не помню, чтобы от нас загорались души. Но не было за исключением дурных типов. Только дух в духовенстве начал угасать. Правда, лучшие христиане не обращали на это внимания. Крестились, венчались, хоронились у духовного отца. Но, пожалуй, отцами-то мы и переставали быть. Приходилось слышать уж и критику. Как-то разговаривались об одной проповеди в храме. Когда говорит, а сам-то другие молчат. Один осиновский богомольный крестьянин возразил. Ну что ж, да разве это он говорил, это церковь говорит. Но едва ли все были такими вдумчивыми. Житье духовенства морально становилось всё труднее. Приближающиеся революционные времена, дети духовенства почти сплошь отказывались идти по дороге отцов, происходил тяжёлый процесс и в толчках народных. А тут тяжёлая война. И разразилась революция. Если Бог даст, завтра будем читать новую главу «Две революции». Интересная книга, но жаль. Я смотрю, вообще мало кто смотрит. Да, объединил наш дух, нашего народа. Ну, что сделаешь? Никого не заставишь, ссылком. Лучше каких-нибудь Галкиных и Пугачёвых послушать.